Музыка Единообразный фольклор, культура, история. Хакасию, Алтай и Шорию скрепляет не только это. Выдающаяся личность, писатель, ученый и священник Иоанн Штыгашев. Он родился в селе Матор Таштыбского района в 1861 году. По сути, является первым шорским просветителем и переводчиком. Человек от Бога, который рассказал о шорском народе, об истории. И буквально всему миру довел информацию, такую нужную, необходимую. Наш народ обязательно должен знать о таком своем именитом земляке. Это одно. И, конечно же, поскольку имя Штыгашева связано не только с Шорией, он трудился в республике Алтай, и он родом из республики Хакасия. Поэтому это имя, оно дорого для всех наших народов. В поселке Усть-Кабырза Таштагольского района Кемеровской области накануне состоялся первый межрегиональный форум памяти Иоанна Штыгашева. Хакасию представляла внушительная делегация от правительства и Верховного совета. Руководитель парламента Владимир Штыгашев лично не присутствовал, однако направил участникам форума слова приветствия. Кстати, он является внучатым племянником Иоанна Матвеевича. Желаю вам, чтобы эта встреча стала настоящим праздником духовного единения тюркских народов, способствовала их национально-культурному возрождению, укреплению дружбы и братства народов Юго-Сибири. Желаю вам успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья, добра и благополучия. По инициативе хакасской делегации этот форум в следующем году пройдет у нас. Уже создан оргкомитет из членов правительства, парламентариев, общественников и церковнослужителей. Ученые и не только до сих пор изучают феномен Штыгашева. В первую очередь это огромный вклад в литературу и культуру в целом. Штыгашев первый, кто перевел Библию на шорский язык. Целый ряд его трудов не издан до сих пор, но то, что есть, производит впечатление. Мастерство письма Иоанна Штыгашева заставляет с придыханием читать даже его автобиографию. Это повесть о настоящем человеке, понимаете? О человеке, который ради того, чтобы получить образование, чтобы выучиться, чтобы попасть в школу, прошел сотни километров по тайге. И вот он об этом своем желании, стремлении учиться, он рассказывает. И ты понимаешь, что это вот шорский ломонос. Независимо, где это родился, какая национальность записана в паспорте, я хочу, чтобы мы своим детям вложили в голову о том, что при соответствующей старании можно добиться любых результатов. В целом же мероприятие собрало десятки гостей из разных регионов. Среди прочих присутствовал внук Иоанна Матвеевича Штыгашева Александр. Он признается, про деда знает очень мало. Да и про достижения его в советской семье говорили полушепотом. Отец, в общем-то, мне ничего не рассказывал. Он опасался, тем более, что вот были такие опасные моменты, что из-за информации о том, что он является сыном священника, его грозили репрессии, в общем-то, аресты, репрессии. Иван Матвеевич работал в миссионерских школах, обучал детей грамоте, был миссионером Матурского стана Алтайской духовной миссии. Человеком был талантливым, много сделавшим для процветания шорцев. Имя Ивана Матвеевича замалчивалось и было забыто в годы советской власти. На форуме состоялась премьера документальной киноленты, посвященной Иоанну Штыгашеву. Примечательно, что фильм «От и до» создан в Хакасии, в Таштыбском районе. Поскольку Штыгашев был человеком высокодуховным, в сельской церкви состоялась литургия, в общем, теперь ответное слово за Хакасией. Уже началась подготовка к событиям не меньшего размаха, чем этот форум. Мероприятие будет проходить и в Абакане, и в Таштыбском районе, и в Матуре, на Матуре. И вот хотел бы тоже обратиться ко всем Таштыбцам, к Матурсам особо. Мы действительно должны выйти на новый качественный уровень. В части встречи гостей у нас будут, уверен, не только гости из соседних регионов, я уверен, что будут гости даже из-за границы. К слову, в этом году исполняется сто лет, как ни стало писателя, ученого-священника. Иоанна Штыгашева в Матуре, где он похоронен, решено построить часовню. Ее возведение уже началось.